Напряженной назвали ситуацию с наркотрафиком в управлении МВД, где состоялась пресс-конференция. На ней журналистам рассказали о результатах работы на этом направлении за последние 7 месяцев. Кроме того, представителям СМИ обрисовали ход борьбы за жизни и здоровье несовершеннолетних, которые нет-нет, да вовлекаются в оборот наркотиков. Несмотря на улучшение статистики, ситуация с оборотом наркотиков в Тверской области до сих пор остается непростой. Среди негативных факторов географическое положение и развитая транспортная инфраструктура, рост активности организованной преступности, а также продолжающиеся замещение традиционных наркотиков, гашиша, марихуаны, героина на синтетические. Поэтому, хотя по многим показателям фиксируется двукратное снижение, расслабляться рано. За 7 месяцев этого года правоохранительным органам Тверской области выявлено 628 наркопреступлений, в том числе 560 тяжких и особо тяжких. 492 связанных со сбытом, производством, пересылкой наркотических средств. 85 совершенных в составе группы лиц. Из них 7 в составе организованной преступной группы. Особую обеспокоенность у правоохранительных органов вызывает этническая преступность. В этом году к уголовной ответственности привлечено 27 иностранных граждан. В абсолютном большинстве случаев это выходцы из Средней Азии. Из тех лиц, которые были задержаны, их умысел изначально был направлен на реализацию наркотических средств. То есть они сюда ехали, здесь снимают жилье, опять-таки не по договору, не официально. Как правило, в составе группы. И в свободное время, как правило, в вечернее время, выходят на реализацию наркотических средств. Не меньшую озабоченность полицейские высказывают и в отношении несовершеннолетних. Их в текущем году уже пять раз ловили на сбыте наркотиков. Это, конечно, меньше, чем в 2019-м, когда было зафиксировано 13 таких фактов. Однако все равно в ОМВД призывают родителей быть предельно внимательными. Обращать внимание на детей, когда у них появляются какие-то свободные деньги, какие-то новые вещи, какие-то атрибуты. Родители радуются, что ребенок работает, но не всегда появляет внимание и обращает внимание на то, каким средством зарабатываются эти деньги. Наряду с такими невнимательными и, иной раз, излишне добрыми родителями, полицейских очень часто огорчают своей лояльностью судьи. В последнее время те повадились выносить слишком мягкие приговоры в отношении несовершеннолетних, пойманных на продаже наркотиков. В итоге молодежь воспринимает это как вседозвольность, что улечет за собой рецидивы.